Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем четвертую главу. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Вот апостол Павел начинает четвертую главу с упоминания такого некоторого лжеучения, которое прикрывается в данном случае не просто неправильным мнением, неправильной практикой. И мы видим очень интересный и необычный пример того, как в человеке может действовать совесть. Обычно, если мы слышим какое-то укорение в сторону совести и в святоотеческой литературе, то обычно оно связано с тем, что она спящая, или она плохо что-то видит, или человек не обращает на нее внимания. Но вот здесь ситуация описывается довольно редко. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Понятно, что будут некоторые люди, которые будут, может быть, даже и подчиняясь лукавым духам, имеется в виду, будучи искушаемы, они будут внимать вот этим ложным учением. И дальше, собственно, интересно, через кого же? Через лицемерие лжесловесников, или, можно сказать, лжецов. Лицемерие вот этих лжесловесников, сожженных в совести своей. Второй стих, он как раз здесь играет самую главную роль, чтобы понять, о чем идет речь. Что же такого особенного говорит здесь апостол Павел о совести? Дело в том, что по-гречески это довольно сложная конструкция, которую переводили по-разному. И главное отличие двух возможных стратегий перевода в том, чтобы понять, кто является субъектом действия, а кто объектом. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вариант первый, они сожгли свою совесть, вариант второй, совесть их сожгла. И вот интересно, что, по всей видимости, греческий текст все-таки предполагает, что их сожгла совесть, и они сожжены в своей совести. Собственно, славянский текст, церковно-славянский текст, он так и звучит. Сожженных совестью своею. При этом современные русские переводы во многом ориентируются, ну, в том числе и на западные тексты, на западные переводы. А вульгата, латинский текст, который лежит в основе всех западных переводов, ну, многих, по крайней мере. Сейчас-то, понятно, уже с греческого переводят, но многие в древности с вульгатой, естественно, на вульгату ориентировались, и традиция понимания просто существовала. Так вот, в вульгате там действительно прямо заклеймивших свою совесть, то есть людей, которые свою совесть попрали, заклеймили собственными грехами. Но в том-то и дело, что здесь апостол имеет в виду грехи очень специфические. Вот, например, если человек заклеймил свою совесть, заставил ее замолчать, ведь дело в том, что что такое заклеймленное, становится грубым, невосприимчивым, да, вот ожог. Так вот, значит, если, допустим, человек совершал прелюбодеяние, и вот он совершал одно, другое, третье, и, в общем, стал развратно жить, и больше не слышит свою совесть. Совершенно очевидно, что вот есть тяжелый грех, от которого его совесть просто, ну, в полном пренебрежении, и она была этими грехами так замарана, что уже он и не слышал ее свидетельства. Но здесь что они делают? Запрещающих вступать в брак. То есть речь идет не о грехе распутства, а наоборот о грехе чрезмерной, некоторой аскезы, которые запрещают вступать в брак. Вы знаете, что есть Гангарский собор, поместный собор, который считается нами, его правила считаются правилами церкви. Так вот, там буквально одно из первых, может, даже и первое правило, запрещающим вступать в брак не ради, не по причине воздержания, а просто пренебрегая браком, да, будут отлучены от общения церковного. То есть или там считающие, что муж верный, с женой верной совокупляющейся, там как-то он меньше достоин спасения, чем тот, кто живет в одиночестве, или монашеской какой-то жизнью, да, те то же самое, вот они отлучаются от церкви. То есть церковь всегда защищала брак, возможность брака. Пожалуйста, хочешь жить одинокой, аскетической, там, подвижнической жизнью, живи, да, хочешь, вот живи брачной жизнью. И Господь в Новом Завете, там, да, тоже вполне повторил и подтвердил те слова о браке, которые сказаны еще в Ветхом Завете. Так вот, и вот очень интересные грехи, да, через лицемерие лжесловесников, запрещающих вступать в брак, это первое. Второе, может, они согрешают чревоугодием, но нет. И запрещающих употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть, опять, ситуация не в сторону некоторого распутства, там, в данном случае, сначала сексуального, а потом пищевого. Нет, наоборот, такое чрезмерное благочесть и чрезмерное закручивание гаек. И вот, казалось бы, ну, благочестия много не бывает. Разве оно бывает чрезмерное? Ну, вот, святитель Григорий Низкий, комментируя этот текст, прямо пишет, что существует, как он прям ссылается на апостол, да, чрезмерное целомудрие. То есть, когда человек так начинает относиться, в том числе и к сфере половой, как вообще совершенно запрещенный для христианина. Нет, говорит он, целомудрие заключается в том, что ты правильно используешь то, что тебе дал Бог, а не только в том, что ты от него совершенно отказываешься, тем более запрещаешь другим. Вот здесь главный акцент на этом сделан, да, запрещает другим. Так что речь идет о мнительной совести людей, по всей видимости, да, речь идет о мнительной совести людей, которые настолько вот были подвержены опасению, что это сделать не так, что начинали запрещать и вводить какие-то новые правила в тех сферах, которые им казались сначала пограничными, а потом, введя эти правила, они просто оказались убеждены, что по-другому нельзя. И вот они были сожжены собственной требовательной совестью. И если такая совесть слабая, да, молчащая, спящая, довольно часто подвергается нашим нападкам, ну вот там во многих всяких книгах можно встретить, да, там, скажем, будь внимательен к своей совести, требуя от нее, чтобы она давала тебе отчет, то здесь интересно, что наоборот, совесть так много от тебя требует, что ты оказываешься просто не способен это понести, но оказывается, что не ты в данном случае плох, в данном случае она просто чрезмерно требует. И что еще интересно, через лицемерие. То есть апостол полагает, что эти люди, которые лгут на истину, да, вот лицемерие лжесловесников, что они и сами хотели бы, может быть, жить по-другому, но они хотят быть внешне праведниками, и вот это желание, стремление к внешней праведности, оно заставляет, подстегивает их к тому, чтобы вести все более и более строгую жизнь, и они вот в этой своей строгости переходят границы не просто дозволенного, а вообще переходят границы библейского правильного понимания человеческой природы и того, чего от человека ждет Бог. И он здесь, апостол, так и говорит, что они запрещают. Они запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Для чего Бог сотворил? Для того, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть, Бог сотворил пищу для того, чтобы люди верные, потому что неверные в данном случае не благодарят Бога, они просто питаются, да, он говорит, чтобы верные ели с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, то есть нет предосудительных видов пищи, как у иудеев, да, там был кашрут, были правила, по которым надо было часть, часть видов пищи, видов мяса, там, да, и других продуктов считать нечистыми и нельзя было их кушать. Так вот, апостол пишет совершенно иначе. Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. То есть принимаешь с благодарением, то есть проблема не в качестве пищи, там, чистая, нечистая, а в том, что ты принимаешь с благодарением Богу, понимаешь, что это Бог тебе послал, а не ты своими силами, своими ресурсами все это сам заработал. И он заканчивает этот отрывок, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. То есть ты с молитвой, с благодарением Богу принимаешь пищу, вот она для тебя становится хорошей. И в таком случае не разделяй ее на чистую, нечистую. То же самое про брак, конечно, можно сказать. То есть понятно, что сексуальные отношения сами по себе задуманы Богом, когда он сотворил человека таким, каким он его сотворил. Но они не греховны сами по себе, они становятся греховными в определенных обстоятельствах, обстоятельствах блуда, обстоятельствах прелюбодеяния. Но если они совершаются по благословению Божьему, да, или по крайней мере там даже в светских сообществах совершаются без какого-то явного такого греховного содержания, ну, допустим, обычный брак людей, да, может быть, и неверующих церковь не воспринимает его как смертный грех или как блуд, понятное дело. Речь идет о том, что не сами по себе брачные, сексуальные отношения греховны, а они могут быть греховны в одних обстоятельствах и негреховны, благословлены Богом в других обстоятельствах. Так далее апостол пишет, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисусу Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты и последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Слово это верное, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть спаситель человеков, всех человеков, а наипаче верных». Вот апостол пишет, он говорит, что ты как, потому что Тимофея он послан как епископ, как тот, кто будет устраивать жизнь в эфесе. И апостол говорит, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры». Он вроде сам их будет произносить, но дело в том, что когда он сам будет произносить эти слова веры, когда он сам будет проповедовать, он сам будет в этом утверждаться, и добрым учением, которому ты последовал. Кроме того, сам Тимофей почему будет питаться этими словами веры? Не потому что он из себя их как-то будет порождать, он будет передавать учение Христово, которое воспринял апостол Павел, и потом уже воспринял через него Тимофей. Так что воспринятие чужой проповеди и собственная проповедь, она будет поддерживать Тимофея. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Мы знаем, что нередко разного рода люди, которые с одной стороны находятся в церкви или рядом с церковью, с другой стороны, например, склонны к разного рода магическим действиям, к каким-то оккультным действиям или даже просто действиям, согласно народным приметам, они наполняют свою жизнь не только тем, что согласны с верой, но и, например, какими-то суевериями, считая, что все это полезно, все это важно. И вот апостол говорит, всех этих басен, бабьих басен, отвращайся, упражняй себя в благочестии. То есть, да, вот от этих всех негодных вещей, которые привнесены в христианство или даже, может быть, иногда не привнесены в христианство, а просто считаются принятыми в народе, считаются важными в жизни. Он говорит, этого всего отвращайся, упражняй себя в благочестии. И вот даже дальше интересно, ибо, он говорит, телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Вот в данном случае, что понимать под телесным упражнением, судя по всему, так, по крайней мере, можно подумать, что часть этих бабьих басен, часть вот этих лжеучений, мелких таких, да, потому что он не говорит учения, он говорит, басни какие-то, там какая-то болтовня. Так вот, вот он почему-то здесь сразу после этого говорит, ибо, то есть, да, потому что телесное упражнение мало полезно. То есть, может быть, в данном случае это были какие-то телесные практики, может быть, это были какие-то практики, связанные с, там, чрезмерно строгим отношением к телу. Опять же, здесь как раз вот то самое лицемерие лжесловесников, может быть, с этим связано, потому что, может быть, были какие-то лжеучители, которые дальше оказали влияние на женщин в этой общине, и они стали воспринимать это такое строгое отношение к телу, запрет на брак, запрет на должную пищу. И апостол говорит, да, телесные упражнения мало полезны. То есть, сами по себе, вот эти строгости по отношению к телу, они мало полезны. Он говорит, упражняй себя в благочестии. Благочестие — это, конечно же, в первую очередь соблюдение заповедей. Если мы посмотрим на заповеди Христовы, то они все, в первую очередь, в том, как относиться к ближнему, как его воспринимать, как поступать по отношению к нему, они практически не связаны с тем, как ты относишься к собственному телу, насколько ты с ним строг, насколько ты держишь его в ежовых рукавицах. То есть, понятно, что если ты совершенно распустил свое тело, ты и к ближнему будешь плохо относиться, потому что ты станешь рабом своих собственных страстишек, своего собственного тела, его желания есть, пить, его каких-то половых желаний. Да, но если ты сконцентрировался только на теле, забывая о соблюдении заповедей, то это малополезно. Это тогда можно к йогам каким-нибудь, к спортсменам, они тоже воспитывают свое тело, но в духовной жизни это никак на них не влияет, а может быть иногда, если в случае с йогой, например, может влиять и плохо, в духовном смысле. Так вот, апостол дальше пишет, «Слово это верно и всякое принятие достойно». То есть, обрати на это внимание, это очень важно. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». И вот почему он в итоге приходит к рассуждению о том, что наш труд и поношение, которое мы терпим, важно, потому что мы уповаем на Бога живого. Да потому что вот эти лжесловесники, лицемеры, сожженные в совести, вот эти люди, распространяющие бабьи басни, они, по всей видимости, так подспудно или, может быть, даже явно и сознательно. Но, как это часто бывает, кстати, и в нашей, в общем, современной среде, потому что это не обязательно какое-то решение надо принимать, просто человек так начинает жить. Они как будто бы считают, что своими собственными подвигами могут спастись. Иногда приходит человек на исповедь и говорит, ну, то есть, так кается, что ты понимаешь, что он собрался сам в рай по какой-то своей лестнице такой подняться. Настолько он внутренне стремится себя очистить и переживает за собственную нечистоту, что это превращается уже не в нормальное покаянное чувство, а вот в стремлении, собственно, к чистоте ради чистоты, так как будто бы Бог и не спасает его, так как будто бы он сам спасается. И вот здесь, да, слово этого верно и всякого принятия достойно. Мы трудимся, терпим поношение, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель. То есть мы трудимся, конечно, но вот этот надрыв, который предлагают эти лжесловесники, он в итоге не оправдан, потому что дело не в том, чтобы себя внутренне сковать такими цепями, что ты двинуться не сможешь, да, надо жить благочестиво, соблюдая заповеди, веря в Бога, который является спасителем человеков и особенно верных. Почему особенно верных? Ну, потому что верные со своей стороны помогают Богу себя спасти. Верные идут ему навстречу. Вот Бог приходит к людям, верные — это те, кто выходит к нему навстречу. Поэтому спасти их возможно, поэтому для них спасение открыто в особой мере. Далее. «Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает твоей юностью, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникая в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, из себя спасешь и слушающих тебя». Ну вот, собственно, теперь апостол уже обращается к самому Тимофею, «Проповедуй это и учи», да, то есть проповедуй и учи трезвенное отношение к христианской жизни. Вот до этого мы увидели примеры нетрезвенного, мы увидели примеры лжесловесников, увидели примеры бабьих басен, увидели примеры такой чрезмерного акцента на телесных упражнениях, «Нет, — говорит апостол, — на самом деле все должно быть несколько иначе, поэтому проповедуй это и учи, и пусть никто не пренебрегает твоей юностью». Потому что, да, Тимофей был отправлен в общину, он, конечно, не был подростком, он был молодым мужчиной, но в любом случае он был поставлен епископом, и, естественно, в общине были люди старшего возраста, старше него, люди были пожилые, по всей видимости, там, по дальнейшему тексту это понятно. И апостол говорит, «Никто, да, не пренебрегает юностью твоею». Вот интересно, что он же пишет Тимофею, в первую очередь должен будет читать сам Тимофей, а при этом как будто бы этот совет дается другим людям, да, то есть как будто бы Тимофей должен передать, что ли, да, вот «Не пренебрегайте моей юностью». Но мне кажется, здесь важно, что Тимофей сам должен из этих слов апостола понять для себя, да, что пренебрежение его юностью – это неправильно. Так иногда бывает, тем более вот в древних сообществах бывало, в сообществах которых вот эта патриархальная лестница, да, от старшего к младшему, особенно в Римской империи, где существовал принцип «отец семейства», патриархамилия, которым отец вообще был просто главой рода и самым старшим, и старших очень почитали. Да, так вот, и Тимофей, конечно, мог пасовать перед этими старшими, считать, что, ну, может быть, отчасти пренебрежение его возрастом оправдано, раз он младше, а не старше. Но апостол говорит, нет, пусть никто не пренебрегает твоей юностью, но, вот что интересно, да, это не потому, что я тебя поставил епископом, и теперь уже все, ты епископ, и поэтому неважно, сколько тебе лет, можешь там кому угодно указывать, как угодно себя вести, нет, он говорит, пусть никто не пренебрегает твоей юностью, но от тебя тоже кое-что требуется, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. То есть, да, ты не должен нормально, спокойно относиться к тому, что тобой будут пренебрегать и не будут слушать твоих слов, но ты со своей стороны должен быть таким примером. Между прочим, эти слова пишутся на кресте, вот пресвитеру, дающему образ верным словам и житиям. То есть, вот одни из, да, таких наставлений апостола, в том числе, обращены и к священникам в целом, да, к клирикам, потому что они действительно должны быть примером. В чем же примером? В слове, понятно, то есть в том, что ты говоришь. В жизни, в том, как ты живешь. В любви, в духе, вот интересно, что в слове, в житии, в любви, понятно, более-менее. Да, а что значит быть образцом в духе? Ну вот дело в том, что древние христиане очень ясно ощущали, что они живут не просто по каким-то правилам, не ориентируясь на какие-то просто книги написанные, а они ориентируются на вот присутствие духа святого, да, на тот дух Христов, который пребывает в церкви. Помните, как Христос говорит апостолам, которые собрались наказать самарян, забыли вы какого вы духа, да, вот вы духа божьего, поэтому вы не можете мстить, например, да, не можете там наказывать этих самых самарян, да, вы с любовью должны их воспринимать, со смирением, с кротостью, да, поэтому вот, да, будь примером в духе, в том, какой дух в тебе, в вере, то есть в том, как ты веришь. И здесь, кстати, важно не только какая-то вот такая, то есть понятно, что она важна, да, но не только она, да, вот догматическая ясность, то есть чтобы твоя вера была правильной, истинной, это, конечно же, важно, очень важно, но речь еще идет о самом характере веры, потому что вера бывает разная, вера бывает потребительская, вера бывает, там, философская, вера бывает какая-нибудь, там, агностическая, может быть, да, но в данном, или там фанатичная, скажем, да, но вот здесь вот вера, то есть ты должен быть примером веры, как Авраам, например, является для апостола примером веры, и он об этом пишет довольно часто, вот так и здесь, ты тоже должен быть примером такой искренней, чистой веры в Бога, открытой и в чистоте, то есть в чистоте жизни, в первую очередь, с отсутствием разврата и всего, что ее оскверняет. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Вполне вероятно, что христиане и христианские общины имели перед собой тексты священного писания Ветхого Завета, апостол Пая в другом месте пишет, что все писание богодохновенное, и надо на него опираться, надо его читать, так что здесь, может быть, он и это советует читать Тимофею, «И сам наставляй и учи, не неради, а пребывающим в тебе даровании». То есть вот тебе через возложение рук, да, через возложение рук дан дар Святого Духа быть главой общины. Вот этим даром не пренебрегай, именно на это и трать свое время, трать свою жизнь. «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден». А успех будет очевиден только если ты не будешь не родить вот об этом даре, который в тебе дан, а будешь его возогревать, будешь в нем стремиться к духовному росту. Дальше вот очень интересно. «Вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». Апостол дает просто, на мой взгляд, гениальный рецепт того, как жить священнику, как жить руководителю общины, «Вникай в себя и в учения». То есть, наводи порядок в себе, в своей душе, будь внимателен к себе, к своей совести, к тому, как ты поступаешь, к тому, почему ты так поступаешь, какие у тебя мотивы. Ведь человек может быть, например, даже очень строгой жизнью, но для чего он это будет делать? Может быть, из тщеславия, может быть, из желания просто заслужить какую-то награду. То есть, важно не только, как ты поступаешь, важно и то, почему ты именно так поступаешь. И для этого, конечно, надо вникать в себя. Вникать в себя, то есть, вот эта внутренняя рефлексия, такая постоянная, она должна присутствовать. И в учении. А почему в себя и в учении? А потому что ты себя должен проверять учением. Ты должен увидеть себя таким, какой ты есть. Отцы говорили, видящий себя таким, какой он есть, выше того, кто видит ангела. И вот ты увидел себя таким, какой ты есть, и теперь вникай в учение, и сравнивай себя, и смотри, чтобы ты с этим учением совпадал, чтобы ты ему соответствовал. И занимайся этим постоянно. Вот эта практика постоянного внимания к себе, она была распространена еще в античности. Были такие течения, которые предполагали, что раз в день или два раза в день человек останавливает свою деятельность и на какое-то время просто наводит в себе порядок. Вот так, вот я сейчас вот это сделал правильно, это неправильно. Да, вот здесь я правильно отреагировал, здесь неправильно. Теперь из этого надо сделать такой вывод, а из этого такой вывод. Вот тут надо исправить, а вот тут надо продолжить. И дважды в день советовали, например, утром и вечером одно дело, какие-то планы на день построить. Мы сегодня так много торопимся, так много суетимся, что бывает вообще не обращаем на это внимание. И эти ошибки у нас копятся, 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 какие-то вещи становятся просто уже стереотипными. Там один раз поругался, другой раз поругался, третий раз, потом уже просто для тебя это становится нормой. Нет. Становись, задумайся и попробуй это исправить. Внимли себе, да, вникай в себя и в учение. Это, кстати, конечно, вещь важная не только для священников, важная для всех. Просто Тимофей, Тимофею сложнее. Почему? Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть Тимофею важно как пастырю общины спасти не только себя, идти не только к своему спасению, но и содействовать спасению слушающих. Так вот, и себя спасешь, то есть Тимофей должен стремиться к собственному спасению, да, и слушающих тебя. То есть обязательно, конечно же, о членах общины. Человек, и особенно пастырь, он не может вести себя таким образом, чтобы ориентироваться только на себя, на свои представления о благочестии, на свои представления о норме. Он должен понимать, что он является примером для других. И поэтому в этом своем примере он не должен подавать повода к искушению, он не должен подавать повода усомниться. Вот у древних отцов, аскетов, было важнейшее правило, они постоянно его повторяют, очень много, да, заботиться о совести ближнего. То есть не только о своей собственной, но думать о том, как твое поведение повлияет на его представление о добре и зле, и, соответственно, на его представление о спасении, и на его путь спасения. Потому что если ты себя повел неправильно, ориентируясь на свои представления, а другой человек от этого пострадал, и, может быть, увидел в тебе какое-то неправильное поведение, то он соблазнился, а ты в итоге и своему спасению вредишь, и его спасению вредишь тоже. Ну вот, да избавит нас Господь от этого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова